Исследовалось несколько очень перспективных версий относительно того, кто является заказчиком этого преступления, заказчиком и непосредственным исполнителем. В ходе расследования следствием были действительно получены факты, указывающие на перспективность этих версий. Они действительно на протяжении многих месяцев отрабатывались. Практически десяток томов этого дела занимало именно материалы отработки этих версий. И по ряду версий можно было предположить, что действительно следствие шло в правильном направлении и стояло на верном пути. Мы понимаем, что когда в поле зрения следствия появился Дмитрий Павлюченков и заявил о том, что он знает, кто убил Политковскую, отработка всех остальных версий прекратилась полностью. Для того, чтобы присяжные, на наш взгляд, смогли принять объективное решение относительно виновности каждого фигуранта дела, им необходимо получить полную информацию. Сейчас ситуация складывается следующим образом, что следствие не позволяет нам этого сделать. И суд, как ни странно, встал на сторону следствия. Вот это обвинительное заключение, которое должно было быть вручено нашим подзащитным. Всем подано. Вот здесь стоит отметка. Утверждаю, подпись должна стоять заместитель генерального прокурора и дата. Вот такие документы вручены нашим подзащитным вместо утвержденной копии с датой. Дата имеет огромное значение. Подпись имеет, это в законе, прямо сказано 222 статья, подпись прокурора обязательно должна быть. Вручили нашим подзащитным вот такие бумаги. Я их не могу назвать обвинительным заключением. Мы считаем, что это незаконно. Нам отказали в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурора, чтобы дело восполнили, чтобы обвинительное заключение вручили в надлежащем порядке. И я думаю, по крайней мере, моё мнение твёрдое. На первом же судебном заседании суд назначен на 20 июня всего года. Первым моим заявлением, первым, когда я открою рот, это будет заявление об отводе председателя Штурга, в суде Мелехина, по-моему. В частности, в нашем ходатайстве были чётко проведены два документа, как самые наиболее красноречивые примеры. В частности, отсутствует протокол опознания Павличенковым, Махмудова, Рустама. Отсутствует данный документ. А это очень важно, так как он его обознал как наили. А впоследствии, когда он измерил показания и сейчас по делу прошёл в совершенно другом статусе, он стал говорить, что да, действительно, пистолет передавал Наилю. То есть получается, что пистолет передан не Джабраилу, не Рустаму Махмудову, как сегодня по версии следствия, а передан Джабраилу, его брату. То есть эта версия становится кверху ногами. Поэтому этот документ убрали. Дальше. В деле есть показания некого свидетеля, называть его не хочу, который чётко дал показания, что за Политковской следили люди, которые в магазине «Рамстор» и возле дома следили двое человек. Он их опознал. Это совершенно посторонние люди. Опять ставится с ног на голову версия следствия о том, что за ней следили братья Махмудовы. То есть следили совершенно другие люди, которые орган предварительного следствия оставил без внимания. Видимо, а сегодня эти документы мешают, потому что мы будем говорить об этом, что следили за ними другие люди. Чтобы у нас не было этого основания, следствием эти документы оттуда убраны. Вот это два примера. А их очень много. Мой подзащитный абсолютно не причастен к конкриминированному преступлению. И вообще, в тот момент, когда произошло данное убийство, он находился под стражей. Вполне нелепая версия следствия о том, что он по телефону дал заказ. Это абсолютно... Я не знаю даже, как это назвать. И надеюсь на то, что всё-таки присяжные заседатели разберутся. То есть он свою вину не признаёт? Конечно, не признаёт. Он не причастен в этом. Он по СМИ только услышал о том, что убили Политковскую. Так же, как и все мы. Судья назначил отбор присяжных на 20 июня, а слушание по существу на 21. С вашей точки зрения, насколько реально за один день сформировать коллегию? За один день сформировать коллегию достаточно реально. Это происходит как раз в каждом судебном заседании именно за один день. Потому как в России, к сожалению, достаточно формально эта часть процесса. Я имею в виду отбор присяжных. Поэтому она происходит достаточно быстро. Другой вопрос, что мне не совсем понятно такое обсуждение судьи, что эта коллегия будет обязательно собрана. Потому как все знают, что летом люди любят отдыхать. И я думаю, что вряд ли кому-то захочется сидеть в июле и в августе четыре дня в учрежденном зале Московского городского суда и слушать различные страсти об убийстве. Четыре дня в неделю вы имеете? И правильно я понимаю, что у вас в этой связи возникли какие-то сомнения относительно добросовестности отбора присяжных? Ну, вы знаете, мне кажется, что если коллегия соберется 20 июня, а обычно летом сложно собрать коллеги присяжных, то тогда, ну, конечно, у меня будут возникать различные вопросы. Как такое произошло, потому как, я уже сказала, это бывает достаточно редко. Ну, а там посмотрим, как будет на самом деле. Ясно. Спасибо. Спасибо.